В онкологическом отделении 2-й горбольницы в эти выходные звучала живая музыка. Для пациентов ее исполнила Северодвинская семейная пара. Еще 30 семей приготовили другие подарки. В преддверии днях хосписа и палеотивной медицины они присоединились к акции «Поделись теплом души своей». Несколько десятков книг и приглашений на концерт. Воскресный вечер в онкологическом отделении 2-й городской больницы проходит без уколов и процедур. Четвертый год дважды в месяц в фойе проводят концерты. Живое исполнение – подарок от семьи Алексеевых. Еще 30 семей подготовили осенние листочки с пожеланием для каждого пациента онкоотделения. Кто-то передал книги. Все в рамках акции «Поделись теплом души своей». Такие моменты в жизни, когда не то что даже задуматься о том, что ты отказываешься или не отказываешься невозможно. У каждого бывают сложные ситуации в жизни. У нас репертуар просто авторский. Мы просто поем свои песни. Люди хотят, они слушают. Если нас сюда зовут уже не один раз, значит это подходит. В хоспис 2-й городской больницы организаторы акции передали осенние пожелания, влажные салфетки и сладости. В этих палатах лежат пациенты с последней стадией онкологических заболеваний. Здесь ценят каждый день жизни, стремятся сделать ее максимально полной. А 8 октября организаторы поедут в детское онкоотделение областной детской больницы. Там для маленьких пациентов проведут мастер-класс «Подарочная коробка». Мы приходим к тем людям, которым тяжело, трудно. Это детская онко, взрослая онко и хоспис. Сейчас 8 октября будет день хосписа, международный день хосписа и палиативной медицины. Но мы пришли не потому, что этот праздник скоро у нас, а потому, что мы это делаем регулярно. На сегодняшний день в онкоотделении 2-й горбольницы находится 27 человек. В хосписе 20 пациентов. Показать воскресный концерт по объективным причинам мы не можем. В такие моменты пациенты хотят остаться наедине с самим собой. Ксения Кабанова, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. На дворе снова нождь, медленно как листикарь по стеклам. А у меня сегодня ность, бедная грусть, ты вся промокла.